Добро пожаловать в Казахстан! Вовсе не нуждался. Табачный магнат Николай Базарджанц для своего особняка заказывал из-за рубежа все самое дорогое. Сесть мраморные полы, лестницы с вычурными перилами, стекла из Венеции. Второго такого парадного нет, с такой отделкой. Эту отделку и все вот эти особенности Базарджанц заказывал в Италии. Единственное во всем Тбилиси отделка потолка очень интересная для этого здания. Очень интересные стекла в парадном. Это тоже венецианское стекло. В 1921 году после советизации Грузии семье Базарджанца оставили лишь две комнаты, а в остальной части поселились видные партийные деятели, в том числе и Лаврент и Берия. Вполне возможно, просто из-за того, что здесь поселилась партийная интеллигенция, то, скажем, этот дом все-таки сохранился. Сегодня в особняке несколько коммунальных квартир. Уже более 40 лет в одной из них живет Анзорчик Виладзе. Старый Тбилиси охотно рассказывает и всем прохожим историю этого здания. Это место для дома выбрали не случайно. Из крыши здания видно кладбище Кукия. Там похоронена дочка Базарджанц. Он дал обещание жене, что построит дом, из которого можно будет каждый день смотреть на могилу дочери. На проспекте Агмашенебели невозможно не заметить бывший дом купца Эресты Чавчанидзе. Его подъезд был разрисован мастерами, приглашенными из Флоренции. На стенах рядом с мифическими созданиями соседствуют персонажи из поэмы легендарного произведения Шотты Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Сегодня это здание – национальное достояние страны. Это единственный дом в Грузии, на котором запечатлена подпись архитектора. Дом, как экстерьер, так и интерьер, выполнены в псевдомавританском стиле. Здесь очень яркий декор. Старый Тбилиси для многих туристов кажется сказочным местом. Окунувшись однажды в красоту архитектуры города, трудно не заболеть ею навсегда. Мария Мбулквадзе, Анна Анастасиадзе и Дмитрия Атгуладзе, МЕР24. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...